Всем добрый вечер, меня зовут Юрина Юлия и мы выступаем с Екатериной Вахромеевой от общества помощи и поддержки больных аниредии. Наш проект получил название прояснение, потому что наше заболевание связано с серьезными глазными патологиями, которые могут встречаться у одного человека сразу одновременно и внешне проявляется как отсутствие в глазу радужной оболочки. Наш проект ориентирован на родителей, которые только что узнали диагноз своего ребенка, скорее всего их родственников и находятся в таком подавленном эмоциональном состоянии и думают, что вполне возможно их ребенок может быть слепым. У нас в принципе отсутствует такая подача материала, конкретно у нас есть сайт, но подачи материала, эмоциональное состояние родителей, такой подачи материала у нас нету, потому что чаще всего это сухие факты и описание того, с чем столкнутся родители, с какими патологиями глазными, что будет с их детьми. То есть нет личностного опыта, подхода и изложения информации в доступном виде. Мы выбрали такую подачу материала, как лонгрид, в первый раз с ним столкнулись. Почему именно он? Потому что он использует личностный подход, там возможен диалог, который будет вестись от первого лица, то есть это будет вместе с каким-то опытом, фотографиями, ссылками, видео, в общем будет такой эмоциональный рассказ. Где мы будем использовать его? Скорее всего, конечно же, в наших группах, которые связаны с нашим заболеванием, и в поисковых системах. Мы не успели, что у нас еще дополнительно должно быть в проекте, это подборка и обработка фото наших родителей, создание дополнительной инфографики, она нужна нам в три блока, и в перспективе перевод на другие языки, потому что у нас не только по России, но и по странам СНГ, Египет, Алжира, в общем, очень много стран соседних. Что было сделано? Было выбрано название, был выбран логотип, у нас была информация подана как бы разрозненно, а мы выстроили эти ответы как бы в такой логичной последовательности, да, страхи родителей за физическое состояние ребенка, как он потом реализует себя в нашем обществе, его учеба, работа, общение, потом поддержка, сможет ли он получить поддержку, какую это, соответственно, фонды, что у нас еще, и общение, да, в нашем обществе, как он получает. Так, ну вот, соответственно, вот так вот у нас это выглядит, можно пролистать. Вот, то есть здесь задаются самые актуальные и острые вопросы, на которые родители хотят получить ответы, но их нет на других сайтах, да, как видит мой ребенок, дальше вот, если можно пролистать. А, да, цитата у нас выбрана, это реальная история, да, про детей, они ведутся от первого лица, допустим, от ребенка, который про себя рассказывает. Реальные фотографии наших детишек, что как бы вот, все в семье, все хорошо. Самый острый страх, который у нас есть у родителей, что ребенок будет умственно отсталым. Как будет дальше передаваться это заболевание, что ребенок всю жизнь ходит в темных очках, потому что это символ слепоты. Ну, как бы, про медицину, да, развивание, такое развивание таких страхов. Я просто хочу сказать, что, на самом деле, вопросы, да, они такие страшные, а ответы, на самом деле, все достаточно позитивные, потому что родители очень сильно тревожатся, беспокоятся, а ответы мы даем все в проактивные, позитивные. Да, спасибо. Да, использованы были инфографические блоки, которые вот сделали наши помощники. Да, есть реальное видео, да, про детей, которые рассказывают о себе в первом лице. Нам удалось в очень жестком режиме сейчас добиться того, что, в принципе, проект, может быть, он уже реализован на 80% с технической стороны, и его осталось чуть-чуть совсем подкрутить. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»